Всем привет дорогие друзья, с вами канал Расси Рашин Спорт и сегодня у нас будет обзор авиасимулятора FPV Freerider. Ну что ж, для начала нам нужно узнать все необходимые программы, чтобы данный авиасимулятор работал. В моем случае с аппаратурой Tourney G9X. Для начала качаем программку, которая называется Smart Propo Plus. Скачиваем их программку с официального сайта во вкладочке Download. Вот здесь вот мы нажимаем и скачиваем, после чего устанавливаем на свой компьютер. Ну и естественно нам нужно скачать сам FPV Freerider, а точнее не скачать, а купить, так как данный симулятор стоит 4 доллара. Итак, заходим на их официальный сайт, здесь мы можем приобрести данный симулятор или скачать демо-версию. Сразу скажу, что в демо-версии доступна только одна карта, и эта карта вот эта вот. Она, конечно же, красивая, нормальная, но очень простая. Я данный авиасимулятор уже купил, ну и давайте же посмотрим, что делать дальше. Затем мы запускаем программу Smart Propo Plus, После чего подключаем при помощи обычного аудиокабеля 3.5 джек на 3.5 джек, вашу аппаратуру, в моем случае Tournament GDF-TX, к микрофонному порту компьютера. После чего у вас должна появиться работа стиков, вот здесь вот она должна быть показана. Как можете заметить, у меня сейчас поднимается стик вверх и вниз, и все прекрасно работает. Также советую убавить чувствительность микрофона, иначе могут возникать некоторые проблемы. Итак, после того, как мы все настроили, вы можете свернуть Smart Propo Plus и открывать сам FPV Freerider симулятор. Итак, мы открываем авиасимулятор и видим здесь достаточно красивое меню на черном фоне. Слева мы можем выбрать качество графики, у нас есть доступно 5 карт, так как у меня куплена полная версия. Справа мы можем выбрать тип управления, откалибровать аппаратуру нашу и прочие другие настройки, о которых я расскажу чуть позже. Итак, у нас есть кнопочка Calibrate Controller, давайте ее нажмем. После чего мы должны поставить все стики ровно по центру. Затем нажимаем ОК и сдвигаем стик Ял влево, держим его влево, держим его в положении лево, нажимаем ОК. Все, Ял мы настроили, теперь газ поднимаем вверх, держим его, нажимаем ОК. Теперь у нас идет Roll, отводим влево, отводим влево и нажимаем ОК. И Pitch, поднимаем вверх, нажимаем ОК. Все, мы откалибровали, теперь убедимся, что в нейтральном положении газа и вот этот стик находится по центру. Если у вас эти кружочки не по центру, вы должны их подтремнировать при помощи вот этих показателей. Нажимаем ОК. Ну и давайте же полетаем по всем картам. Итак, заходим на первую карту. Слева мы можем выбрать либо Акромод, либо режим стабилизации, расходы, маленькие расходы, большие, вид камеры, то есть это от третьего лица и от первого, то есть с FPV. Рестартнуть. Здесь мы можем выбрать гонку по времени, выйти и нажать на паузу. Все, ребят, давайте сейчас полетаем. Сразу хочу сказать, что в управлении гонкой я еще не полный персонал, поэтому я только учусь. И не судите строго. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Также мы можем поставить 45 градусов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все! Поэтому я ставлю сотку Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА